Ну вот мы и добрались до Алексея, все его наверное помнят, Алексей учился у нас вместе с Витей Солодыхиным, который у нас сейчас на LaserPro работает. Не созванивались с ним? Не, ну я смотрю, он там занят, у него работы много. Внимают, сейчас, короче, Nissan сняли раму, сейчас там мучаются внутри ее вычистить. Я тебе скажу, знаешь что? Ну я смотрю, там такая работа очень. Работа на Nissan, я видел. Да там, не, ну хватает, ну там на полляма сразу бы. Ну там когол. Да. Нет. Смотрю, я что хотел тебе сказать, это, локация у тебя тут шикарная. Ну, так вот, пока, конечно, немножко. Мы пока доехали. Не, ну здесь-то ты все аккуратишь. С печкой, я думаю, вот хотел посоветоваться, куда ее лучше поставить. Ой, нормально. Единственное, что, ой, подъемничек новенький. Единственное, что у тебя есть здесь помещение, куда вот салон вынести? А, еще один. Ну я пристроил бы. Там где-то, да? Не, вот прям задумался здесь. А, он уже есть. Да, да. Сейчас посмотрим. Не, что я тебе скажу, шикарно. Там чуть-чуть разобраться только. А? Ну там придется чуть-чуть разобраться, но я разберусь с этим. А это, тросы тебе кто натягивал? А, от этого. Они? Не-не-не. Те уехали и не стали больше. А приезжал, я звонил Александру. Ага. А, Саша? Наш Саша приезжал? Да, да. И он мне дал там телефон. Ты сам приезжал? Не, телефон дал. А, телефон дал. Установщика и он... Потому что мудоцень такая его натягивает. Но он быстро, но хорошо сделал. Но он-то на опыте. А мы пока своим умом дошли. Ты что, вот такую вот печку хочешь, да? Не, я... Не, у меня есть дровами. У меня здесь стояла, она вот здесь. Вот это забыл закрыть, поэтому сырой сейчас потолок. Надо просто сушить его. А, я понял. И не покрылся просто. А так что, какую будешь ставить? Ну, я буду или вот эти еще дополнительные. Так вот и есть буржуйка. Вот она, да. Немножко сейчас адаптируешься. Сейчас разгребусь тут. Плохо видишь. Да, плохо что ты видишь, начал только к зиме все это делать. Да, да, да. И сейчас это неудобно, некомфортно. Сделать-то все можно. Но это некомфортно сейчас будет. Ну, понятно. Ну, сейчас тебе надо, короче, уже сайт готовиться, делать. И сейчас готовить буду все равно еще. Да, тебе бы было бы неплохо, как уже будешь... Там начал лет чуть-чуть. Это, ключи. Я говорю, тебе было бы неплохо, когда уже будешь, ну, все, готов, уже запускаешься. Ну, это потолок был там близко. Да, сайт, во-первых, тебе надо сразу делать. Ну, потому что, ну, с сайта клиентура вообще неплохо было бы приехать, выбрать там время дня два-три, когда пацаны будут обрабатывать. Хорошо посмотреть. Да, и с сыном, то есть они почистят, там, ну, как это обрабатывать все это, ну, как накрыть, как, чего это, как, ну, все это ты знаешь, ну, уже воочию как увидеть. Ну, что вы на машине, а не разбираться, когда ты ее поднял, знаешь, и смотришь. Там на пару-тройку дней приедешь, когда учеников не будет. Когда ты вообще планируешь уже? Я хоть, ну, поснул год хотя бы начать. Тогда тебе уже надо по сайту готовиться. Сайт надо запускать. Я тебя могу с Сашей связать? Или с Сашей, или где Санек делал, можешь улзыковоспользовать Сашу. Наверное, быстрее вы с ним тут близко. И, ну, формат сайта знаешь, ну, то есть, как у меня, вот, примерно, такой же формат, на Кильде делаете. Просто тебе сейчас, прежде чем выпускаться, сайт тебе, значит, надо уже сейчас делать. То есть, чтобы они уже начали делать, ты его запустишь, пусть он индексируется. То есть, пока он проиндексируется, потом мы его... Это сайт Вендекс, да? А? Вендекс. Нет, 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 это отдельный сайт у тебя должен быть. В Яндексе мы тебя потом настроим, Ира, тебе настрой. В принципе, там, ну, недолго. И в Яндексе, если мы настроим, у тебя заказы пойдут на третий день. А ты, может, еще с работой там, ну, не это. То есть, сейчас он тоже у нас же раскачивается, раскачивается, сейчас вот три машины на очереди. В очереди, да? И это, и, видишь, из Москвы машина была, сейчас вот был бы готов, уже бы мог бы ее делать. Ну, у меня, в принципе, есть. У меня вот ушел на пенсию, сварщик там с работы, вот, у него ландровер, и он хочет. А, хочет делать. Ну, тебе вот само, само классно было бы вот именно начать с такой, с тренировочник. И там еще у него друг, еще у друг, он уже говорит тоже, вроде бы как бы не против. Не, ну, сделаешь, они сразу это, как друг увидит, тоже захочет. И вот их, вот когда их начнешь делать, тогда можно запускать уже Яндекс. Тогда мы Яндекс прокачаем, ты его запустишь. Но сайт, это надо было вчера. Ну, я понял. То есть, завтра звони Саше, пиши, то есть, делайте сайт. Если у Саши что-то не получается, звонишь мне, через моего Сашу попробуй. И по аналогу моего Лазер Про, смотри сайт, прям копируйте, делайте такой же, там, картинки, там, какие надо, тоже накачать. Потом уже, когда сделаешь, ну, мы-то со своих картинки брали. Потом, когда уже свои сделаешь, так, аппаратик, что у тебя, все, включал. Ну, смотри, влага, ты его просуши только. Да, я накрыл специально пленкой даже. Да, и просуши, у тебя здесь влажно, не запускай пока. Не-не-не, пока прогреется. Да, прогреется пистолет, посмотри, чтобы этих не было. Он накрыт у меня. Да, у меня вот в чехле стекло закрыто. Ну, это влагоотделители. Два, через два. Два, все правильно, все хорошо. Хорошо. Давление больше единички не делай. Два много будет, да? Два много будет. Где-то... Так что вот, ребята, Алексей, он учился у нас, он еще и автомоляр. И совсем скоро уже, вот, наверное, после Нового года будет набирать обороты, совсем скоро уже будет возможность, кто из Москвы, не переться к нам, а сделать здесь. Нормально, нормально. Конечно, хотелось бы вот туда побольше. Побольше, да, да. Ну, хватит. Я вот себе хотел сюда сносить его, убирать. Нет, а впереди машины ты ничего все равно не делаешь. Ты бампер мой здесь снял, и все. Все, а так ты в основном под машиной. Ну, если салон только разбирать, то это придется вносить, чтобы его... У тебя двор вон какой-нибудь. Ну, можно накрыть, накрыть все это сделать. Ну, навес будет, накроешь, да. А так вон в гараж перенес потихоньку. Ты же одну снял вон сиденье, отнес, второе снял, отнес. Там что, сиденье, четыре карты, да, это коврик. Ну, да. Там не так много, как кажется. Эти первый раз на такой машине они снимали, она же вся ржавая. Там все эти болты ржавые, блин, все грели. Ну, надо еще вот это, инкционный надо купить. За четыре часа сняли. Мы рассчитывали на день, на весь. Ну, как-то быстро они сняли. И удобно. Ты знаешь, они раму выкатили. Все, там все свободно. Вари, хочешь, хочешь чили. Подлази куда хочешь. Вообще удобно. Откатил раму, она же на колесах. Все почистил. Вверх рамы все прошелся. Сейчас грязь оттуда, глины там внутри. Почистил раму, все, закатывай. Сверху обработал, машину обработал, все, прилепил, снизу обработал. Ну, что, ребята, вот Алексей, как я вам и сказал, учился у меня в мае. Ну, он еще работает на основной работе. Ну, вот уже как бы готов практически начинать. Сейчас еще адаптируется. Да, пока помещение не очень большое, но у него там очень большой плацдарм для вот этого всего. И Леша работает по франшизе. То есть, будет вместе с нами продвигаться. Будет размещен на нашем сайте. И человек, когда будет искать, заходить на наш сайт, то есть, также будет попадать на него. Опять же, мы будем его рекомендовать как мастера. То есть, посмотрим, как он работает, подучим. Ну, и в принципе-то, ничего здесь сложного. Главное – желание. Ладно. А то я сейчас отвлекусь. Мы в Москве. Здорово всем крепкого. Настроение водорого. Добра. Бабла. Хлеба. И мирного неба. Да. Субтитры сделал DimaTorzok